В Брянской области всегда были воры в законе, которые старались навязать бандитам свои порядки. Естественно, что многим это было не по нраву. У криминальных авторитетов, далеких от уголовной романтики, были свои планы на жизнь, разнящиеся с планами законников. Однако в открытую выступить против воров авторитеты не могли, иначе неминуемо поставили бы себя вне закона со стороны уголовного мира. Поэтому как-то старались обходить острые углы и продолжать работать в городах, отстегивая часть прибыли в общак. Но не все безропотно подчинялись влиятельным авторитетам, признанных тюремной братьей. Были те, кто в открытую противопоставил себя воровскому сообществу. Одним из таких людей был лидер одной из брянских преступных группировок Николай Эмельянов по прозвищу Эмеля. Он создал в городе банду, которая нещадно обложила коммерсантов данью. С ворами Эмеля также не считался, как и со своими подопечными бизнесменами. Говорят, известный брянский вор Борис Петрушин даже высказался как-то Эмельянову о том, что он неправильно ведет себя по жизни. Через некоторое время барыгу расстреляли, а его территория отошла к бригаде Эмели. И это никто не оспорил, оставшиеся у барыги бойцы либо перешли под знамена Эмелевских, либо примкнули к другим группировкам. Действительно, что-либо предъявлять лидеру жестокой банды – это все равно, что подписать себе смертный приговор. Все знали о жестоком нраве Эмели, поэтому держались в стороне и тогда, когда он заходил на чужую территорию, захватывая коммерческие структуры и ставя их под свою криминальную крышу. Эмеля с помощью своих отмороженных, но яро чтивших его бойцов, захватил часть территорий в Калуге и Смоленске. Естественно, что воры в законе были недовольны таким положением. Поэтому тех, кто был в первых рядах этого недовольства, вскоре стали расстреливать прямо на улицах городов. По некоторым данным, убийства, где заказчиком выступал Эмельянов, происходили и в Белоруссии. Таким образом, с помощью тотального беспредела, Эмеля стал на Брянской земле полновластным хозяином, отгородившись от законников и, по сути, являясь смотрящим по Брянщине. Эмельянову стало мало той территории, которую он имел. Он решил постепенно распространять свое влияние и на тот бизнес, который был под другими ОПГ. В его планах было захватить полностью всю Брянскую область, став серым кардиналом на Брянщине. Но для этого требовалась бригада киллеров, которая бы обеспечивала расчистку территории. И такая бригада была им создана. В ее руководство вошли бывшие лидеры Росславско-Дубровской группировки, в конце 90-х действовавшие на территории Смоленской области. Игорь Голанцев и экс-сотрудник правоохранительных органов Василий Петров. Между тем, силовики не дремали и в 2004 году задержали Николая Эмельянова по подозрению в заказе убийства вора в законе Мираба Табагова по прозвищу Муха и его знакомого Алексея Крюкова. Их расстреляли 22 апреля 2003 года, когда они выходили из кафе «Апельсин». Оперативники смогли установить личность киллера. Им оказался один из боевиков Эмели Владимир Радюков. Киллера задержали, и он дал показания против своего босса. Настала очередь Эмели обживать казенные стены. А киллер, застреливший вора в законе, отправился под домашний арест. Но долго под присмотром охранников он не задерживался, так как смог украсть их служебное удостоверение и совершить побег из квартиры. В дальнейшем Владимира Радюкова найдут уже мертвым. Как оказалось, 9 января 2005 года киллера Эмели застрелят в городе Обнинск Калужской области. В дальнейшем убийство Мухи раскроют, и станет известно, что заказ киллером передал некто Петр Турлаев. Эмеля старался не выходить напрямую на связь со своей убойной бригадой, и каждый заказ передавался через посредника, которого в дальнейшем также убивали, не оставляя следов. Но Турлаеву повезло. По чистой случайности, его через несколько месяцев после убийства остановили сотрудники ДПС, просто для проверки документов. Но Турлаев, видимо, подумал, что его хотят арестовать, и выхватил пистолет, из которого открыл огонь, ранив одного из патрульных в ногу. После этого он сел в машину и поспешил скрыться. Скрывался целых 10 лет, как и от Эмеля, так и от правоохранительных органов, пока не был арестован. В сентябре 2018 года Петр Турлаев получил 19 лет лишения свободы за участие в убийстве вора в законе Мухи. Между тем, несмотря на улики, криминальный авторитет Эмельянов был выпущен на свободу в 2004 году, пробыв в СИЗО совсем недолго. При мертвом Радюкове была обнаружена видеозапись, на которой он признавался, что оговорил Николая Эмельянова, назвав его заказчиком убийства Табагуа и Крюкова. Якобы его заставили это сделать лидеры одной из брянских ОПГ. На самом деле неизвестно, что пришлось испытать киллеру, чтобы сказать это на камеру. Как говорят эксперты, скорее всего его нашли Эмельяновские и под пытками сделали эту запись, а затем расправились с опасным свидетелем. У Николая Эмельянова было много денег, он построил загородный роскошный особняк, в который стали приезжать лидеры местных ОПГ, желающие почтить его внимание и решить через Эмелю свои проблемы. Говорят, они не боялись гостить у смотрящего, так как этот особняк был единственным в городе местом, куда навряд ли сунутся киллеры или оперативники. Вся территория была под усиленным наблюдением охраны. Не забывал Эмелья и про свои интересы. Летом 2007 года, прямо на выходе из здания Бежицкого районного суда, был убит мотоциклистом-автоматчиком один из конкурентов Эмельянова, брянский криминальный авторитет Андрей Бадия. Возможно, это была уже ненужная жертва, так как вскоре делом банды Эмели занялись силовики, которые приехали из Калуги и Москвы, а также следователи Следственного комитета. Помогали им и брянские коллеги. Жертвы банды сначала не хотели давать никаких показаний, затем удалось уговорить нескольких человек и за ними потянулись другие. Причем важными свидетелями стали и сами бандиты, принимавшие участие в некоторых преступлениях. Многих на время следствия взяли под государственную защиту. В конечном итоге сыщики раскрыли преступный спрут, который организовал Эмельянов. Были выявлены многие преступления, которые покрывались до сих пор. Начались аресты членов банды. В 2015 году стартовал первый процесс по банде Эмели. Присяжные неожиданно оправдали всех участников по всем вменяемым им эпизодам, кроме Петра Турлаева, которого приговорили к 19 годам за убийство Мираба Табагова и Алексея Крюкова. Уже потом выяснилось, что присяжных запугивали, угрожая расправой. В 2019 году преступники вновь вернулись на скамью подсудимых. Помимо крупных штрафов, обвиненные получили заслуженные сроки. Замы Эмели приговорили к 23 годам. Киллерам группировки дали 24 года и 19 лет, их помощнику 18 лет. Двое высокопоставленных лидеров банды киллеров проведут за решеткой остаток дней. Сергей Новгородов и Игорь Голландцев получили пожизненное. Что касается Николая Эмельянова, то его так и не нашли. Сейчас он входит в топ-10 самых разыскиваемых преступников. Силовики решили разыскать его силами простых обывателей, назначив за информацию о нем награду в 1 миллион рублей. Это однажды уже сработало при поимке смотрящего по Карелии Сергея Кузнецова, который 9 лет разыскивался силовиками, пока не объявили награду о нем. Сразу после этого нашли желающие получить деньги и пошли на контакт с полицией. В итоге Кузнецова тихо задержали, а потом осудили на 9 лет лишения свободы. Как произойдет случай с Эмельяновым, покажет время. А пока за дела его ОПГ расплачивается средний состав бригады. Узнать всю правду про воров в законе и авторитетов. Быть в курсе последних новостей мафиозных структур. Иметь представление о том, что происходило и происходит в криминальном мире. Все это на нашем канале Криминальный мир от сайта mzk1.ru. Подписывайся и держи руку на пульсе.